Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о российских футбольных командах. И сосредоточимся мы на Санкт-Петербургском «Зените», который сегодня провел товарищескую встречу с Фенербакчей. Ну, а в конце концов, почему бы и нет? «Зенит» не так масштабно представлен в сборной России, поэтому, условно говоря, потери в составе не такие существенные. Ну, и за это время, за время паузы, почему бы не попробовать свои силы, причем в матче с серьезным соперником. Фенербакчей – это один из великих, не побоюсь этого слова, турецких клубов, один из символов местного футбола. К тому же команда, которая знакома питерским болельщикам, по-моему, три года назад в Еврокубках уже играли эти команды. Так что вполне себе хороший оппонент. Ну, и в конце концов, сейчас, когда нету Еврокубков, когда нет Лиги Чемпионов у нас, Лиги Европы, нужно хоть как-то оценивать свои силы и проверять себя на международной арене. Вот, пожалуйста, «Зенит» сперва сыграл с иранской командой, так скажем, проложив дорогу для сборной России. И вот, пожалуйста, матч теперь уже против Фенербакча. Кстати, на фоне этой встречи уже произошло два конфликта. Во-первых, понятное дело, определенные круги и в Турции, и в некоторых других странах были недовольны тем, что турецкая команда сыграла с российской, и начались там какие-то телодвижения непонятные. Но это еще ладно. Куда неприятнее, что по ходу встречи болельщиков «Зенита» начали оттеснять, выгонять, и, в общем, все это может перерасти в самый настоящий скандал. Казалось бы, матч товарищеский, но обстановка получилась не самой приятной в этой встрече. Ну, а теперь давайте по футболу. Матч закончился в ничью 2-2, встреча получилась достаточно информативной для «Зенита», и давайте разберем эту игру. Но сперва хотел бы вам напомнить, что у меня есть еще один канал, посвященный кино и сериалам. И на этом канале недавно вышел обзор на четвертую часть Джона Уика. Поэтому, если хотите узнать мое мнение по современным фильмам, сериалам, и, возможно, даже в будущем игры там будем разбирать, то, милости просим, на мой второй канал, ссылочка будет в описании и в закрепленном комментарии. Проходите, подписывайтесь. Там, кстати, будут скоро еще и стримы проводиться на тему кино. Ну, а мы переходим к матчу. И если говорить о составах, то, в принципе, и обойма «Фенербакчи», и обойма «Зенита» была достаточно боеспособной. То есть многие спросят, а насколько основным был состав «Турок» в этой встрече. И, в принципе, опять же, если учитывать фактор того, что из состава «Фенербакчи» куда больше игроков уехало в сборной, Из оставшихся исполнителей, ну, можно сказать, вышли все ведущие игроки. Так что здесь у «Зенита» был соперник, пускай и не в оптимальном состоянии, без некоторых ведущих исполнителей, но вполне себе серьезный. И ничья на выезде с турками – это, можно сказать, успех. Тем более, что турки, повторяю, серьезные, фенербакчи, необыкто, и состав вполне себе боеспособный. Касательно обоймы «Зенита», в принципе, здесь тоже не было некоторых ведущих игроков из-за матчей сборных, но тоже обойма вполне себе боеспособная. И здесь мы увидели и бразильских звезд в атаке, которые в первом тайме буквально разрывали оборону соперника, и Клудинью, и Монтуан, и Малком. В обороне были проблемы, правда, но, с другой стороны, по именам здесь состав тоже очень приличный. Сплошь игроки, либо выступавшие в сборной России, либо потенциально способные туда вернуться еще. И здесь тем удивительнее, что и Сутармин, и Арсен Адамов регулярно допускали косяки. Оценили здесь запасных голкиперов в этой встрече Васютин и, собственно говоря, Адоевский появились на позиции номер один по очереди. Таким образом оценили молодых голкиперов, которые могут заменить Михаила Киржакова. И если по Васютину, наверное, особых вопросов нет, то Адоевский, ну, скажем так, озадачил вторым пропущенным мячом. В общем, давайте обо всем по порядку, разберем эту встречу и начнем с первого тайма, где играл все еще Васютин. Касательно действий в обороне, я уже, в принципе, обмолвился, что косяков было слишком много. Вот как-то прям до хрена. И это немножко напрягает, потому что, повторяю, Адамов, тот же самый, который привез пенальти в необязательной ситуации, Сутармин, который потерял мяч на ровном месте и Зенит пропустил первый гол, это как бы претенденты на попадание в сборную России. И, судя по тому, что они показали в этой встрече, ну, мы как бы видим логику в действиях Карпина, который их не вызвал. К сожалению, последнее время что Адамов, что Сутармин не имеют стабильной игровой практики. И хотя они выходят периодически на поле и показывают приличный футбол, ну, как видимо, отсутствие стабильности влияет на них как-то психологически. И они в том числе допускают такие абсолютно необязательные ошибки. Вообще, строго говоря, Фенербахчи, если что, и создавал в этой встрече, то во многом благодаря Зениту. То есть, первый тайм, привезенный пенальти Адамова, ошибка Сутармина и пропущенный мяч. Второй тайм, очень слабый эпизод в исполнении Адоевского, который пропустил, ну, не то чтобы бабочку, но очень дешевый гол. Гол, который не должен был состояться в этом эпизоде. Вратарь должен был отражать здесь, но, скажем так, сыграл ниже своих собственных возможностей. И вот, пожалуйста, второй мяч. Поэтому здесь Зенит в целом и сам создавал моменты себе в атаке и играл неплохо. И еще и противнику создавал моменты своими же ошибками. Так что Зенит был здесь прям альфой и омегой. Касательно обороны, как я уже отметил, все как-то печально. Турки, нельзя сказать, что прям наседали. Зато ошибки Зенита регулярно приводили к проблемам. В атаке все было куда симпатичнее. Тут прям хорошо. Бразильские тройки, двойки, когда Монтуан обыгрывался с Клаудиньо. Когда здесь подключался Малком, который вообще феерил в первом тайме. Это было круто. Плюс тут даже Бакаев как-то не затерялся и выводил того же самого Малкома на ударные позиции. Это смотрелось неплохо и интересно. Зенит хоть и не имеет сейчас мощного забивного центра фойварда, который мог бы доминировать впереди, компенсирует это за счет великолепной линии атакующих авбеков, которые здесь менялись местами, путали соперника. Малком открывался на фланге, смещался в центр. Клаудиньо оказывался где угодно. Про Бакаева можно сказать то же самое. Плюс к этому бразильские, условно говоря, крылья атаки Малком и Монтуан, такие фланги Мама, если хотите сокращенно, они здесь очень серьезно напрягали оборону Фенербахча и туркам. Регулярно приходилось здесь, так скажем, растягивать свою защиту, чтобы в свою очередь открывало позиции в центре обороны. Свободны для того, чтобы здесь проникать передачами, создавать опасные моменты и так далее. Ну и, в общем-то, первый тайм получился достаточно успешным для Зенита. Тут и гол Малкома с пенальти. И дальше Клаудиньо, обыгравшись с Малкомом, забил под занавес первого тайма второй мяч. 2-1. Если бы не косяки в обороне, это был бы прям идеальный тайм в исполнении Зенита. Зенит, кстати, мог забивать еще больше. Во втором тайме, как мне кажется, сказались в том числе и перестановки Зенита. Потому что Зенит куда активнее использовал замены. Я так понял, Фенербахча после перерыва вообще там ни одной перестановки не сделал. Зенит же и колкипера поменял, и много свежих футболистов выпустил на поле. И некоторые не вошли в игру. Ну, касательно Адоевского, я уже сказал, откровенно, дешевый гол. Да, дальше он еще сделал героический сейв и немножко исправился. Но, понимаете, когда голкипер ошибся и пропустил из-за этого мяч, а потом сделал сейв, это все равно считается в минус. Минус и плюс дают минус. Математически, а в случае с голкипером, за пропущенный дешевый гол, нужно сделать три героических сейва, чтобы оправдаться. Одного недостаточно. Так что здесь Адоевский как раз пример игрока, который не особо вошел в игру. Но это касается и остальных в целом. Футболисты, вышедшие со скамейки, прям, скажем, не добавили. И даже напротив, во втором тайме Зенит как-то, вот знаете, приуныл. И тут уже Фенербахча в целом работал интереснее, работал активнее. Но все равно, если бы не ошибки Зенита и подарочки со стороны Зенита, то Фенербахча, скорее всего, проиграл бы эту встречу. Ну, а у Адоевского были немножко другие планы. В общем, как-то печальненько. Знаете, долго мы рассуждали о том, что Михаилу Киржакову нужно кого-то менять, что он уже старичок и так далее. Но, вы знаете, старый конь борозды не портит. А даже при всех своих косяках, в принципе, Зенит с Мишей продолжает набирать очки и побеждать. А вот здесь, вот, пожалуйста, ошибка Адоевского стоила победы. Хотя, в целом, наверное, это не критично, это все-таки товарищеская встреча. И самое главное, что мы увидели, что Зенит способен биться с большими европейскими клубами. Пускай и в рамках товарищеской встречи. И это, на самом деле, важный фактор в отсутствии Еврокубков. Показывать себя хотя бы так. Хотя бы в рамках вот таких товарищеских между собойчиков. Так что Зениту, в принципе, можно поставить зачет за эту игру. Продолжение следует...